Всем добрый вечер. Спасибо, что пришли. Рады меня с вами в истории полететь заинтересованной и захватывающей темы личного бюджета. И, что я хотела сказать, когда я готовила презентации, думала, что так хочется, что-то новое, что-то классное рассказать, но в истории все то же самое. Надо тратить меньше, чем зарабатываешь, надо откладывать часть денег, надо думать о будущем. И свою задачу, наверное, я так сказала, я вижу, наверное, не в том, чтобы эти простые правила вам рассказать, а в том, чтобы попробовать изменить отношение, наверное, к ним. Мы считаем их скучными, иногда устаревшими, иногда какими-то не очень актуальными, может быть, не очень смарт, но мне кажется, к ним можно правильно относиться. Я как раз была в том, чтобы к ним относиться как-то весело, с любопытством, с интересом, и на самом деле все это классно, заниматься своими деньгами, это может быть очень интересной и, правда, захватывающей теме. И мы об этом как раз, вот, дать им обиду вам душа. Мы здесь с вами книги, я написала, обиду вам душа, и мы будем взяли. Спасибо вам большое, книга. Как говорят, зараж уже первый раз продан, купить ее в магазине нам нельзя, но здесь вот она очень подается, и буду рады, если она вам тоже, ну, понравится и пригодится. Вот, что еще сказать. Ну, пару слов про себя расскажу, наверное, откуда вообще взялась эта тема, почему я рассказываю душу про личные финансы. Я сама не финансист по первому образованию, моя первая профессия – это интернет-маркетолог. Я занималась маркетингом, работала здесь школа агентская. Я, в общем-то, в свою жизнь испытывала все те же самые трудности с инграми, как и у большинства, мы не знакомы, поэтому, как и принципы, у большинства, ну, молодых людей, которые еще, может быть, не сильно задачи на теме денежные, им пока нравится то, что они работают, зарабатывают, тратят и согласны. Вот, и в какой-то момент меня исклад перестала избравить, потому что я пыталась, у меня была потенка, у меня были попытки начать что-то откладывать, у меня были попытки начать инвестировать. Все неудачные, вот, и мне просто стало интересно, ну, как же так, неужели нельзя в этом разобраться, неужели нельзя эти вещи объяснять каким-то простым, понятным языком, а не тем, ну, не тем сложными терминами, которыми об этом, ну, обычно пишут, или если придете панк или разговаривать с брокером, плане, вероятно, вам будет сложновато, потому что, ну, термином, это как будто совсем другой мир. На самом деле, это мир обычный, мир в нашей памяти, в котором мы складываемся каждый день. Вот, и я начала тему изучать, пошла учиться, стала читать, смотреть, как родился блог тем же Каддингаммер, которым я рассказываю очень много таких простых вещей. Я стараюсь делать это простым, каким-то понятным языком, и оттуда уже и блога взялась и книга. Вот, и в честь этого всего, и наша сегодняшняя встреча тоже. О чем сегодня поговорим? Тема названа «Тактичный бюджет. Как составить? О чем думать заранее? О чем забыть навсегда?» Мне бы хотелось попробовать, да, взглянуть на, да, вообще на структуру бюджета с человеческим лицом и постараться понять, вот есть ли он вообще бюджет с человеческим лицом. Можно ли его сделать, он взять из дома? И я просто думаю, у меня не рождает слово даже какое-то. Мне кажется, если слово «бюджет» заменить, значит, что-то другое, придумать какой-то классный термин, такой вот современный, модный, то и тема попрошла повеселее. Потому что обычно пришло слово «бюджет», но, конечно, многое вот такая звука появляется на лице, и кажется, что… А, сейчас, как бы переключаюсь? Вот так. И, в общем-то, мы испытываем вполне справедливые опасения, когда слышим предложение заняться бюджетом. Что обычно нас смущает? Первое, мы думаем, что бюджет сложно застарить, потому что, как правило, большинство даже книг каких-то руководств или, может быть, каких-то историй про бюджет, мне кажется, их выпускают все такие вот финансовые гики, если можно так сказать, люди, которым нравится составлять большие сложные таблицы, которым нравится сводить дебют, кредит, там, все остатки на карты, чтобы все сходилось от копейка в копейку. И, конечно, это подходит не всем, да? И те, кому это не подходит, начинают думать, «Боже мой, нет, я сейчас не хочу». А, во-вторых, мы опасаемся, что бюджет будет сложно соблюдать, потому что тоже, как правило, мы думаем, что ввести бюджет, это значит экономить, ограничивать себя, отказывать себе, причем-то прекрасно, как многие говорят, ну а жить-то когда, да? Вот я жить сейчас хочу, я не хочу сейчас заниматься бюджетом, кто будет разумевать, что придется экономить? Еще один контраргумент, даже, я не знаю, что будет. И, правда, мы не знаем, что будет, тем более, мы просили, мы и сами с вами свидетели многих каких-то поресений, и неперемен, сложно планировать что-то далеко вперед. Поэтому иногда думаю, ну, может быть, и нет смысла даже затевать это все, а сейчас мы затеем, и придется постоянно его переделывать. Тоже кто-нибудь лучше дополнительной работы. И еще бывает, что я пробовала и забросила, не пробовала забросила, да, я начала вести расходы, я сделал ответ в Excel, я поняла, что это все не для меня, все эти вот готовые системы, которые рассказывают как надо, это не мое. То есть иногда человек делает просто такой вывод, вот этот слайдный, да, потому что мы все общаемся с динграми, обращаемся с ними как-то каждый день, и, конечно, это не может быть не вашим, просто надо найти свой подход. И, ну, про себя могу сказать, что, например, у меня нету, мне кажется, у меня нет проблем с овенцем бюджета, то есть у меня там организовывали текущие финансы, у меня есть движения, где я инвестирую, вот этого у меня нет никакого Excel, у меня нет каких-то сложных, ну, на коллегах таблиц, в которых прописано, что я буду делать в следующем году, еще через год, сколько я буду вкладывать, успех инвестировать, какой результат я получу через 70 лет, если буду вкладывать по 100 долларов ежемесячно. Я делаю все эти упражнения, да, но это не есть мой план. То есть без этого жить можно. Я не сторонник жестких ограничений, потому что они не работают, к тому же, как это посложная диета, мы всегда сначала, да, ограничиваем, ограничиваем пути покупок, бюджет, перестану ездить на такси, перестану лишний, лишний вес, перестану сюда, буду дать еду из дома, вот этому преисполненным энтузиазмом, но, конечно, он через неделю испаряется, и вот вы опять такси, с кофер на вынос, едете, выморите, о том, что на бутерках записывает, на бутерках записывает, вот, поэтому я за гибкий подход, за то, что можно к этому относиться, как, ну, к какому-то исследованному сферу, собственно, жизни, в принципе, с любой сферы жизни можно провести аналогию. Если вы занимались спортом, да, то очень классно попробовать разное и найти как разочный для себя режим. Если вы занимались питанием, то же самое, да, тысячи теорий, строгих правил, каких-то расчетов, на идеальной ситуации, да, в нашей жизни то, что подходит именно вам. И даже составление гардероба, сегодня вот мне эта мысль пришла мне в голову, да, что это как базовый гардероб, то есть есть вещи, которые, например, да, вы продумали гардероб, вас должны быть вещи, которые вы планируете носить, до конца, и некие принципы, также и диндами, то есть можно ограничиться какими-то принципами, которые будут работать. И я бы считаю, что бюджет – это не составить как бы какую-то таблицу, не расставить ограничения, а бюджет – это действовать, это ваши ежедневные, может быть, ежемесячные, какие-то правильные шаги, то есть даже маленькие, но которые двигают вас в нужную сторону. И вот, а что, ну, можно было, да, давайте посмотрим, как все-таки можно. Бюджет, то есть здоровый бюджет, финансово-здоровый человека, он может быть, каким же, чтобы лучше неспособен, он должен быть простым, как я уже сказала, можно обойтись без усилий, без таблиц, вообще без расчета, можно обойтись, но в школьной математике, даже в наших классах, наверное, бывают, он должен быть сделан с запасом, и они для того, чтобы гибкость без жестких ограничений, как-то для себя понимать, что да, окей, в этом месяце я попробую, влезу ли я в эту сумму? Не влезу, ладно, на следующий месяц попробую другой, если есть коробка, живу с ним. И как-то вот таким методом ну, интеракции последовательной для себя найти подходящее вам решение. Гибкий, если бюджет простой, его легко менять, это не требует перепродать, это дальше на файл, и вы уже прогунули, как он у вас изменится, есть изменения в обстоятельствах. И именно ваше, потому что я тоже часто подчеркиваю, привет, Наташа, то, что я часто подчеркиваю и в отношении финансов, и бюджета, и инвестиций, вообще всех финансовых правил, они часто уже такие жесткие, сформулированные, и мы начинаем их применять, и мы не идем, мы думаем опять, что все это, это вот не для меня. Примеряете любую ситуацию на себя, на свои цели, на свои задачи, и даже на свой темперамент, на своих характерах, потому что для одного человека будет правильным, но и финансовый совет, продать для другого, кстати, на других. И это нормально, иметь каждому свое какое-то финансовое видение, свои деньги. Но если так совсем в крупном говорить, что полезно держать в голове, все-таки, ну, нет, ну, структуру давайте построим, бюджет, вообще деньги, даже, я забыла про слово бюджет, деньги, ваш дом, какие вы указы, вы его не получали, вы все равно в течение жизни как-то тратите деньги. И вот деньги хорошо бы, чтобы они решали несколько задач. Задачи три них, не легко запомнить, можно представить три корзины, три, что там, кувшина. На что должны работать деньги? Во-первых, они должны обеспечивать нормальную жизнь сейчас. И очень часто большинство людей только этой задачей ограничиваются. Все, кей, на деньги есть, живу нормально, нас все хватает, супер. Но это не так, это очень опасная такая, беспечность, потому что есть еще две супер важные задачи, про которые нельзя забывать. Вторая, это резервный фонд. Как говорил город Грамм, да, shit happens. Вообще разно случается, не только shit, но хорошее тоже, и бывает, нужны деньги. И если вы эти деньги не предусмотрели заранее, то вам придется долгое стекущее нормальное жизни пытаться достать, это не всегда получается, и в этот момент идут за кредитом, идут, что, вот за кредитом это сейчас, наверное, самый простой вариант, и, к сожалению, для многих это становится такая тропинка вниз. И я всегда раньше думала, что это такие истории, знаете, могут, типа, газеты, классно написать, как там люди набрали кредитов, и теперь не могут выбраться. Но так как я работаю с большим количеством дел, что мне кажется, комментариями рассказывают свои истории, и это правда так. У очень многих людей забиранная кредитная карта, взятая вообще вот просто, не знаю, нечего делать, настроение, да, привела к серьезным финансовым проблемам. Поэтому это не так, не так, то есть, как бы прекрасно, да, потратить заемные деньги, потом верни вовремя и жили, как у вас. Нет, это действительно серьезная вещь, которая, если у вас не предусмотрены запасы денег, очень легко скользиться в кредит, и если у человека не очень хорошо за дисциплины финансовые, с эмоциями, может быть, с умением себя как-то додорировать, то, скорее всего, перспектива будет не очень. И третья часть, про которую, ну, точно многие забывают, да, если же, первую все помнят, вторая, окей, у кого-то, там, вот, бывают трезвые, мысленные, то еще, да, что надо вложить меня. Третья, это успокоиться о далеком просто непринято, да, есть, ну, была всегда пенсия, у нас с вами ее, скорее всего, не будет вообще, а даже если будет, да, то я не думаю, что вам она понравится, потому что, ну, в первую цель видите, что происходит, да, в прошлом инфекционного возраста, сами суммы пенсии не достаточно смешные, если кто-то еще на пенсию рассчитывает, я всегда предлагаю, просто зайдите на сайт инфекционного фонда, личный кабинет, посмотрите, сколько у вас сейчас пенсии, и там можно сделать прогноз, какая у вас будет выхода на, ну, достижение пенсионного возраста, обычно эти цифры вот так и призвляют, становится понятно, что это совершенно бесполезно на это надеяться, вот, и если мы как бы справились с тем, чтобы жить хорошо сейчас, а если, ну, здесь у нас классная аудитория прекрасное пространство находится, все все хорошо, с этим, вроде, все справляются, может быть, кто-то уже задумался о резервном фонде, как много из вас людей уже задумались о старости, класс, есть, даже не слепо, здорово, здорово, да, потому что, мне кажется, это большой шаг, даже если сделано, ну, фактически, еще немного, может быть, да, может быть, у вас еще не сформирован какой-то капитал, достаточный, да, может быть, вы только-только начали, это супер важный шаг, потому что, ну, как бы, время пройдет, и, к сожалению, когда пишет женщина, например, мне 55, мне 57, там, пенсия через 5 лет, что мне делать, она уже ничего сделать не может, и просто времени нет, но она может за эти 5 лет что-то там, попробовать отложить, какие-то действия, и попытаться что-то улучшить, но глобально она уже очень ограничена возможностям, поэтому, конечно, думать об этом заранее, и мне нравится, что сейчас есть такой, я подождала, хайп инвестиционный, что, да, эта тема популярная, эти кожи, вам, мне кажется, для этого много сделали, то есть, они как-то несли вот эту тему в народ, и в Крисеца давно не было на рынке, в последние 12-11 лет все хорошо, что, конечно, долго не продлится, но в любом случае это тема классная, и о будущем думать надо, опять же, можно выбрать вариант для себя, можно идти активно инвестировать, можно идти безопасным каким-то путем, условно говоря, платы, валюты, но в любом случае это будет лучше, чем ничего не делать, поэтому, ну, вывод такой, три задачи, запомнили, нормальная жизнь сейчас, резервный фонд и нормальная жизнь будущая, вот, резервный фонд, хотел дополнить, я вот тоже, часто говорю, что американцы предзываются вот эти деньги не на черный день, а на дождливый день, нет, прям такое, и это очень, мне кажется, классно отражает суть, то есть мы не представляем сразу какие-то катастрофы жизненные, а представляем, типа, ну да, дождь пошел, я зону открыла, до метро забежала, идиок, да, вот, резервный фонд, такая же задача, поддержать вас, не могу, Так, и, давайте по шагам, я постаралась, какому максимально просто, чтобы, ну, такой, как он горит, чтобы небольшой остался, в головах, и фотографиях ваших, шаг первых, да, когда мы говорим про жизнь нормально сейчас, надо знать свои расходы, очень многие не знают, и доходы многие не знают, потому что, кстати, здесь надо было написать, знать свои доходы и расходы, потому что, ну, люди, когда получают отклады очень высокое зрение, выстроено, кто работает на фрилансе, кто работает, кто работает, предприниматель может быть, там, кто-нибудь начали свое дело, очень часто бывает, что люди не представляют, сегодня девушка поставила там вопрос, есть ли у вас инвестиции, аргументные, есть ли остатки на складе, значит, которые мы не реализовали, можно считать инвестиции, то есть мне кучу перемешаны и ее бизнес, и остатки на складе, и инвестиции, и ее личный бюджет, это вот та история, когда вы с одной карточки, вот, есть карточка, тимпопа, это не поэт, ой, пэшник, это очень пейс-карта, вот эти карты, когда покупают, и, значит, и бухгалтеру заплатили, я придумаю сыру, и ребенку игрушку, и себе кефир, значит, и перед сном, вот эта типичная история, очень часто мы не знаем, сколько тратим, и мало того, иногда мы знаем, сколько мы тратим, в течение месяца, это такой самый первый уровень, спросите вас, сколько вы тратите, скорее всего, перечислены какие-то вещи, с которыми вы сталкиваетесь постоянно, там, транспорт, продукты, маникюр, что-то, ну, вот что-то такое, что часто мелькает, и мы забываем про расходы, которые несколько расход случаются, и совершенно точно мы забываем про расходы, которые случаются реже, чем в год, ну, примеры, в течение года, это, например, страховки, налоги, окрашивание волос, да, то там, не кажется, мы все выходим иногда, и это бывает крупная сумма, которую мы можем взять, и это назвать, и никогда не было, и вот опять, да, и, вот эти непредвиденные, как бы, господы, они всегда нас открывают, как и линии, что я вот здесь все спланировала, классно сделала, а теперь опять, черт побери, мешалось, не знаю, что у меня шарик, злой урок, и мешался опять, нужны деньги. И в течение нескольких лет, это, ну, не знаю, расширение, может быть, квартиры, покупка машины, может быть, какая-то, не знаю, образовательная программа, серьезная, может быть, какое-то путешествие невероятное, которое мы не можем вот так легко сделать в зернечном бюджетах, когда придется подкопить. Мне нравится, как это, опять же, американцы, они умеют так струблировать классно, касается, нимц плюс бонц, да, это, нимц, то, что вам необходимо, вы не можете жить и не тратить на работы, а вонц, это как раз такая гибкая часть, чего хочется, и чтобы увидеть, сколько денег вам надо, это очень важный вопрос, он кажется, может быть, таким очевидным, но, постоянно я в WhatsApp везде, что люди не знают, сегодня девушек писала, я думала, значит, я тратчу так, в обычном месте я тратчу 90, если я еду в отпуск, я тратчу 150, а сейчас я смотрю, и понимаю, что я всегда тратчу 150, я сделала там, сводоку за последний год, и я не понимаю, где эти деньги, то есть я была уверена, что я тратчу 90, то есть, ну, это вопрос, конечно, по разному дженту организован, то есть, это как-то в нем пролетало мимо сознания, поэтому, крайне рекомендую, да, вот если спрашивают, что сделать первым делом, да, вот кто вообще ничего не знает о финансах, полный финансовый хаос в жизни, ну, или не хаоса, ну, не определенный, да, как бы не понимаете, вот самое первое, посчитайте, сколько вы тратите, сколько вы зарабатываете, это уже будет как большой шаг для человечества. Так, давайте дальше. Первое, определились, что, сколько вы тратите, причем не только в долгосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Можно сесть, подумать, какие расходы бывают в год, а какие расходы бывают раз в несколько лет, и попытаться как-то эти цифры осмыслить, и посмотреть, они сходятся в тем, как вы думали, да, или нет, теоретского расхождения. Второй шаг, это вот тот самый резервный фон, пройнинг, день, мало ли что, как хотите, маразолите, и на этот черный день, да, вот он там звучит, и за начеку, и на три слова, и за иконы родителей и бабушек. Вот. И здесь, что хотелось бы подчеркнуть, то есть, я бы сначала сказала, что все просто, конечно, мы уже в три шага не укладываемся, здесь больше становится, но это все очень логично, то есть, везде родные фонды, почему это должно быть несколько раз, потому что очень часто люди делают вот эту, ту самую подушку безопасности, про которую, конечно, все слышали, что надо укладывать, отложить, и вот у вас лежат деньги, на какой-то форс-мажор, то есть, реально, на критическую какую-то ситуацию, не просто, вам не хотелось, а действительно, произошла такая ситуация, которая требует финансовой поддержки, вот на этот случай с подушкой безопасности. Что дальше происходит? Возникают какие-то непредвиденные расходы, это не катастрофы, какие-то жизненные, неглобальные, какие-то перемены, но что-то небольшое, не знаю, какая-то неожиданная крупная трата, может быть, со здоровьем, это может быть связано, какой-то расход, не знаю, ветеринар, какой-то внезапный отпуск, то есть, приятная речка, она тоже может быть стрессовой, вы не планируете, денег не откладываете, а тут супер предложение, ну, не знаю, эмоциональное благорание, и необходимо, как первое, это проверить, такое тоже бывает, поэтому я предлагаю разбить резервный фонд на две части, первая, это действительно та самая подушка безопасности, про которую все слышали, что ее собрали и не трогаем, а второе, это такой буфер, блогик кто-то предложил мне называть его ремень безопасности, подушка, это она большие, серьезные какие-то области, а ремень, он как раз по жизни под страхом, можно на ремень безопасности, может быть, буфер, это небольшой, какой-то денежный запас, который вы тратите, вы отложили, потратили, отложили, потратили, По сути, это просто деньги, отложенные немножко в сторону. То есть они с поля зрения пропали, вы его остатки на карте не видите, у вас нет желаний квадратик на что-то ежедневное. Но когда возникла какая-то крупная покупка, ну, да, пальто вашим мячом висит, нельзя пройти мимо. Даже для таких случаев. У вас есть вот этот буфер. И он, почему буфер, да? Он как бы между вами и вашими вот этими сбережениями на постмажор. Он между вами и между кредитной картой. Он между вами и между вашими инвестициями, если они у вас уже есть. Ну, видно будет в случае, если вам нужен стоматолог, идти продавать акции, я не знаю, Тесла, которые недавно подросли. Или еще одни не будут их продавать. Кто там, у нас упал в последнее время. Уложили больше, сейчас акции, ну, упали. И вы не можете дожидаться, пока они вырастут, да? Вам приходится снять эти деньги, если платить стоматологу. Поэтому вот этот буфер, мне кажется, вообще, что все системы бюджетные, они этот момент упускают. Я, скорее всего, ошибаюсь, конечно, не может быть, чтобы никто этим не подругал. Вот. Но вот этот вот запас на случай, когда захотелось потратить. И у вас он есть. И вы не чувствуете вины за то, что залезли в подушку, за то, что залезли в сбережения. Или, не знаю, в детские деньги, в пенсионные деньги, в инвестиционный портфель. И у вас всегда есть, как бы, немножко в стороне отложек. Это, как, знаете, деньги в куртке забыть. Ну, вы, как бы, их не сильно откладывали, да? Ну, вот, оп, они есть классные, но лучше побольше, конечно. То есть, вот, второй шаг, когда мы думаем про визионный фонд, думаем про два направления. Одно, критическое, второе, на классные какие-то, может быть, спортанные покупки. Но, наверное, не предвидеть небольшие даты. Так, и третий шаг, вот такой тоже важный, о котором мы уже говорили, это задуматься о будущем. Все-таки придется начать инвестировать, я бы так сказала. Почему? Потому что, если вы просто откладываете деньги на, я даже не беру, прям, тумбочки, шкафа, там, не знаю, книги, раньше родители прятали, да? Даже если вы откладываете на банковский вклад. Банковский вклад, он как устроен, его логика такая, что он всегда чуть-чуть не поспевает, ну, формально, чуть-чуть поспевает за инфляцией, давайте так говорить, да? За официальный, во всяком случае, успевает. И, если сейчас, может быть, в занятиях ставки снижаются по вкладам, да, сейчас уже, не знаю, там, 4,5% есть, и 5%, ну, у Сбербанка, наверное, и 3% есть, вот я не удивлюсь. Вот, в общем, пишут банки, да, какие-то сообщения, которые сказали, что вот будут изменены ставки, в гостях по этому много говорят. Почему? Да, потому что снизилась инфляция, Центробанк снизил ключевую ставку, и, в общем-то, это хорошая новость, когда низкая инфляция, ну, нормальная инфляция, 4%, да, не отрицательная, как в Европе. Это время, конечно, для тех, кто берет кредиты, дешевеет ипотека, не очень, правда, но немножко дешевеет потребительский кредит, но по ипотеке прямо вот заметно, потому что, если кто-то радует или интересуется этой темой, вы видите, что ставки снижаются. И, в первую очередь, конечно, они снижаются по вкладам. То есть, первое, что реагирует, Центробанк снизил ставку, на следующий день банки начинают расцелать радостные, насчет эти письма, что они снижают проценты. Так вот, вкладывая, ну, просто в банк, вы просто идете за инфляцией. И есть такая даже фраза, что никто еще не взбогател, не взбогател на процентах по депозиму. Это хороший инструмент, чтобы начать откладывать, чтобы хранить там подружку безопасности, чтобы хранить там вашей землиной фронт, чтобы, не знаю, открыть пополняемый вклад и автоматически кидать туда, я не знаю, 100 евро в месяц, и пусть это будет наш запас для следующего отпуска, там, где-то по 20 евро. Сумма вообще не важна. То есть, это инструмент, какой вы тут? Именно, как раньше говорили, амверты для денег. То есть, разложили, и мы не рассчитываем на мой заработок. Конечно, это лучше, чем если вы ничего не будете делать, если хотя бы даже на немцев вы будете откладывать себе на банковский вклад, но все-таки инвестиции мы и должны приносить больше. Каневизионный фонд в нашей работе, может быть, там, Сберванковский какой-нибудь, не государственный, тоже, что хочу сказать, что все, что делает фонд, это вы сами можете делать как инвесторы, даже больше, и сами распоряжаться своими деньгами и не зависеть, в общем-то, от этих программ, было достаточно туда подложения, куда-то идут, через 30 лет сможете вернуть. Так вот, инвестиции позволяют создать этот самый капитал, создать источник пассивного дохода, и помимо всего, всех этих скучных вещей, инвестиции это прикольно. Почему я занимаюсь инвестицией? Потому что это полезно, выгодно, и большой такой кусок, потому что это прикольно. Какой-то график был, почему женщины по-моему инвестируют. И, конечно, что мне в этом нравится, то, что, не то, что это весело, конечно, это не должно быть веселим, когда купили, потеряли, заработали, это нервное достаточно, не сказать. Но когда вы начинаете инвестируйте, вы начинаете думать немножко по-другому, вы начинаете думать уже не что купить, не на что потратить, а во что вложить. И, может быть, в какой-то момент, вместо кособок найт, вы купите акции компании найт, или вместо нового айфона, вы подумали, «Ладно, я уже еще там подкоплю, куплю себе акцию Apple». И это очень классно перестраивает сознание. Вы начинаете видеть, в принципе, вклады тоже как уже начинают работать, вы начинаете видеть, как ваши деньги что-то сами зарабатывают. Это супер приятное чувство, если вы еще его не испытывали, я вам очень желаю. Потому что буквально стоит попробовать. И, конечно, не стоит туда врываться со всеми, все деньги, которые у вас есть, забегать, вкладывать то, что посоветовала статья в интернете. Но я очень рекомендую всем начать. Кто еще нет, а поднимите руки, у кого есть инвестиции? Тут все уже практически. Кто еще не начал? Во-первых, кто начал? Скажите, что это классно. Правда же? Это интересная тема. Это вообще один большой какой-то мир открывается. Главное, там, конечно, не заиграться, вести себя дисциплинированно. Но, те, кто не начал, что я рекомендую? Я рекомендую попробовать на какой-то очень-очень маленькой сумме. Часто люди не начинают инвестировать, потому что, ну, опасаются, да, если еще до банковского вклада, куда бедно, дойдем, да, там, разберемся, то инвестиции могут казаться какой-то очень сложной темой. И я бы очень хотела вот это прочеркнуть, что она может быть достаточно простой. да, надо поразбираться, но все равно. Вот возьмите там три тысячи рублей, тысячу рублей, не знаю, пять тысяч рублей, какую-то сумму, которую вы готовы, ну, вы ее не потеряете, все равно, но злоба, которую вы готовы рискнуть. Откройте брокерский счет, купите там три бумаги, облигацию, акцию и еще акцию, ну, на что хватит, да. Акции совершенно разные стоимости есть, облигации все стоят по тысяче рублей, большинство, акции есть и по 100 рублей, и по 200, и, не знаю, по 800, и по 1000, найдете для себя точно что-нибудь и попробуйте с этим ухаживать. Вот можно очень долго при этом слушать, ходить, там, не знаю, в семинары, читать книги, все, что угодно, изучать, или, как еще, советую все брокеры открыть за его счет и, значит, и учиться. На данный счете у вас все получается замечательно. Попробуйте сразу на своих деньгах. В этап вы не потеряете их, потому что, даже если вы супер неудачно, выбрали бумагу, и она вдруг просела, она нам ногу не просадит, да, вы потеряете 20%, ну, 30%, ну, это надо очень постараться и выбрать что-то, вот прям, должно не повезти. Но опыт вы получите колоссальный. Сразу поймете, как что устроено, что вы сразу готовите, колиссию с меня взяли, значит, акция вчера стоила 100, сегодня 90, какого черта, сколько риск будет. И начнется вот этот вот процесс. И через какое-то время, может быть, вам уже будет не страшно, просто каждый месяц или каждый квартал покупать немного ценных бумаг, как-то на будущее, да, себе, старость. Это самый простой вариант пассивной инвестиции, когда мы покупаем что-то, ну, не что-то, а лучше фонд, который, например, на весь американский рынок, на весь мировой рынок, по чуть-чуть, каждый, ну, регулярно, каждый какой-то период. Может быть, вам это понравилось, вас это захватит. Я очень рекомендую попробовать. Там был такой пример. Дедушка приходила на консультацию, тоже ей предвести, ты знаешь, что это рассказано, но в итоге они стали заниматься ипотекой, как-то вкустой, больше, денежные потоки, что-то, да, свои перевели. Но я видела, она говорит, у меня мама занималась инвестициями, причем мама у нее разобралась именно в техническом анализе, это когда человек смотрит манграфик акции, по нему предполагает, куда дальше, как в бумагах, делает ставки, продает, покупает, очень, 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 агрессивная история. Я не знаю, как мы приезжаем, а мама говорит, так, пойдем, мы садимся, она открывает вот эти вот мониторы, как в кино, и начинает что-то покупать, продавать. И человек сам учился в пенсионном логике. То есть, это, в принципе, возможно. Вдруг вам это понравится, я очень рекомендую, что ли, попробовать. Так, противно. И в итоге, как может выглядеть бюджет? И обратите внимание, как он может выглядеть. Я нарисую таблицу, и я как бы не призываю вас тоже, вы можете нарисовать, если хотите, да, для меня это главное. Главное это действие. Действие, которое вы совершаете регулярно со своими дембрами. Хорошо бы один раз вот это все продумать, примерно, хотя бы, и какое-то время пожить по этому плану. Потом у нас изменится, у вас появятся новые входные какие-то, вы сами прокачаете с полушек. Как это может быть? Например, раз в месяц, ну, предположим, да, раз в месяц. Можно настроить автоматическое накопление, вам даже ничего делать не надо, как бы, бюджет будет сам делаться за вас. Один раз настроили цели, если у вас есть какие-то крупные цели, ну, тем более, у кого тем более, ответили, там даже есть такая штука, можно создать себе цель, он подскажет, сколько надо откладывать. Не знаю, просто у кого еще и ванк это есть. То есть, вы настраиваете, что-то перечислили в цели, что-то перечислили в тот самый буфер, который говорит, запас на случай каких-то спонтанных тракт, что-то перечислили в подушку, обязательно купили валюты, это автоматически нельзя настроить, это надо сделать самостоятельно. Я даже здесь использую слово надо, потому что это правда надо. Сейчас у нас, конечно, такое настроение в целом, что это вроде как не обязательно, потому что доллар снижался в последний год, тот арам был 67, 69, сейчас 61, но подскочил на днях, не может быть, сейчас по-моему, что около 60, где-то трех, но поверьте, как человеку, который выбрался в валютную аппетику, долго не подведет. когда я брала ипотеку в 2008 году, кто не брал дали ипотеку, как можно было его сделать, как можно было сделать такой глупый шаг, взять кредит в валюте, в которой ты не зарабатываешь. Но в 2008 году мы жили в совсем другой ситуации, доллар хватал много лет к тому моменту, но с 30 упал до 23 за несколько долларов. Все, у кого были долларовые кредиты, были на коне они заняли по 30, а отдавали по 23. Ставки по кредитам были ниже. То есть это было настолько естественным, как бы казалось, что это будет всегда. К сожалению, так не было всегда. Если мы вспомним, был 98, 2008, 2014. В общем, для долгосрочных каких-то сбережений, для долгосрочных целей валюта нужна. Поэтому покупаем ее регулярно и взираем отпуск. Просто усредняем таким способом. Раппы 67, купили по 67, 62, купили по 62, 63, окей. Я, когда потенку уплачила, я пыталась, чтобы, наверное, вот это «Афтюркман завтра будет на 3 копейки дешевле», и я, значит, платеже сэкономил типа 30 рублей. Я вообще не помню. Это очень поматрило. То есть это огромный ресурс просто на нервах, на уходе эмоций. Поэтому просто об этом предлагаем. Не думайте покупать, как есть. Банковский вклад, счет отдельный, валютный, открыть. Вот первые два пункта, и вы уже решили почти все свои задачи. Вы подстраховались от кризиса, вы побеспокоились о непредвиденных ситуациях, и вы подумали о каких-то целях, если немножко заранее представляете это очень важно начать на это по-менимному откладывать. Сегодня, у меня была встреча, и я все это девушке рассказываю, она только под конец говорит, слушай, на цели можно заранее откладывать. Я хочу в автошколу пойти летом, так я сейчас рассчитаю, и каждый месяц, будет чуть-чуть, и это кажется вочередным, но это не все доходят до этого, рекомендую просто подумать. Вот, первые два комната сделали, уже большие молодцы, и регулярные месяцы, повторюсь, это на долгий срок, достаточно даже небольшой сном, и в ленивом режиме, я тогда поставила, что я имею в виду, именно не в активном, когда вы каждый день просыпаетесь, какое было пару дней назад, мы обсуждали в логисте, как уже инвестируют, когда рынки обвалились на несколько процентов, полдня, примерно, они обваливались, потом все вернулось, но новости, каждое издание об этом написало, каждый инвестор тоже отметил, что, боже мой, началось потерь, что делать. Вот, если вы работаете в ленивом режиме, в каком инвестируете, вам не надо следить за новостями, вы можете не читать, что там сказал Трамп, не заглядывать каждый день проверять консировки, это, ну, это не я придумала, что так можно, да, это готовые стратегии пассивно, долгосрочно, инвестор откладываться надолго и не беспокоиться о техническом копии попадения. Кстати, я варьи когда-то на полтора процента падения, мне подписчица написала, что я буду думать, что делать, у меня все летит вниз, как мне быть, я пошла смотреть, смотрю, у меня тоже все летит вниз, значит, уже на полтора процента, я пошла смотреть по бумагам, и смотрю, у меня есть Дисней акции, и я смотрю, они вообще упали, причем уже давно и сильно, ну не на один процент, я думаю, что, а как я этого не заметила, муж говорит, да, конечно, у них будет последний звездный бой, или что там где-то не очень то ли самый провальный фильм, то ли еще что-то, то есть я этого даже не заметила, но представьте, какое количество информации надо было бы обрабатывать, если бы я за этим следила каждый день, я для себя понимаю, что я просто не готова, но это все наружки сойти, каждую минуту что-то происходит, единственный фильм выходит раз в неделю, помнялся, там 10 компаний раз, это нереально, поэтому вы выбрали что-то, вложились надолго и потихонечку пополняете, я сейчас, конечно, очень пазово, в каком-то обращенном режиме рассказываю, но суть в том, что это можно делать и это может быть несложно, неожирающее все ваше свободное время и нервы, все, буду очень рада, если вы какие-то вопросы, комментарии, истории, все, это все, что мы видим. Друзья, напоминаю, что передавальщик сегодня, на входе у нас находятся книги, так как тираж книги закончился в 2 феврале, у вас есть шанс, уникальный контейн, шанс купить ее сегодня и прописать. есть ли у вас вопросы? Вопросы, вопросы, как уберечь свои акции, обучение, и по бюджет, может быть, про более житейские вещи. Здравствуйте, рада вас услышать. Спасибо. Спасибо вам, за счет инвестирования, на самом деле. Как понятно. Но у меня вопрос немножко в другую. что мы, наши коллеги, нам не учимся инвестировать в вот здесь и сейчас, мы ничего в этом не знаем. Мы какие-то условные идем приходить, потому что нам нужно инвестировать, нужно что-то делать со своими ми измечателями. У нас есть дети, дети, какие-то уже сейчас не знаем документы или, не знаю, еще документы, как уже сейчас зашкольник, младший школьник, младший школьник уже, когда учитесь, это будет интересно, да, вот каким-то таким небольшим детям, как рассказывать в один утрак, в первой инвестициях, вообще, потому что вообще это очень важно. Как бы, как в Агнееве, да, люди с первой вклады, вкладываются в этом месте, в первую, вкладываются в романы, в том, в том, они уже вкладываются в день и в своем месте. Что вы можете признать, если вы это интересны, больше, чем вы. Я не знаю. То есть я знаю базовые, да, принципы, я знаю, как это дело, и, там, как это в Европе принято, да, как там это, дети отходят в этой семье, свои дочки, еще не тренировалась, поэтому, какими-то, личными инсайтами я не смогу поделиться. Но, что мне, помню, очень понравилось, в Британе, ну, по-моему, в Европе какая-то история принята, ребенку дают карманные деньги и сразу вот это про те три задачи, которые должны решать деньги, то, что деньги не только на сегодняшние траты. Дети немного по-другому объясняют, детям, конечно, не рассказывают про старость, про пенсию, это им, это непонятно, слишком долго, но им уже начинают объяснять, что вот эти деньги ты можешь отложить на подарки родителям, как-то, или своим друзьям, если, опять, если это не комфортно, у нас не принято, вот эту часть ты откладываешь, вот эту часть, ты берешь, например, с тобой благотворительный фонд, и ты будешь каждый месяц до 10-15 отобрать благотворительные организации. То есть, мне кажется, здесь самое главное же, традиции разные, у нас, по-своему, приводит, у него, это как-то, только принцип один, то, что не все деньги ты тратишь, вот, вообще, смысл же нормальных денег, то, чтобы научить ребенка хотя бы на 3 дня вперед думать, да, что он не сегодня пошел, и угробил себе ловить, но у меня дочка, поэтому я ловлю, и на все деньги, вот, а то, что у него будет еще следующая неделя, и еще следующая тоже, когда им понадобится завтра, в школе, это первая мысль, а вторая, что, в принципе, не все деньги не тратят, мне кажется, вот это, так, культура, можно это назвать, да, в которой и хладает, вот, вы, здесь первые зарплаты откладывали, мне напомни, единиц, рассказывал, что он получил первые деньги, ему отец говорит, ну, все, откладывай, значит, получил первые, не знаю, что он там, скосил, служащик у соседей, вот, отложи, там, три марки, или что там, мне было так обидно, обидно откладывать, я же заработал, я хочу все потратить, и он говорит, где-то года два мне было обидно, где-то года два, ему это не, это ленцу, у которых, ну, как бы, это нормально, это принято, они все так живут, и все равно понятно, что хочется потратить, вот, я говорю, зато теперь, как бы, я, конечно, рад, что я все эти годы так делал, и как разли доходы, и разли сбережения, поэтому, наверное, вот эту основную мысль, что на нескольких частей, части придумываете, какие у вас, ну, по стилю жизни, что ли, да, как-то вписываются, там, по возрасту для ребенка, вот, вот, сама это придумала, что. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Спасибо за вашу лекцию, и у вас все решает, и у меня только в горе, очевидно, визу, то есть, сходите, если, кто-то сходите, а, все подврасываются, все, но и анагомичный, это, что, как только они не определяют свои видения, это тоже, так, а в том числе, на художественном патчане, которые на базе, инвестиции, в законах. И я обрабатываюсь, от средств, и от каких-то машинских, как-то нескольких друзьями, и вообще новых вещи, как бы на то, я люди работаю, все эти, А я себя рукаю, потому что через 10 лет, если бы я купила сегодня авто ядрец, у меня было бы денег больше. Как сделать перекос немножечко обратно? Как построить свой бюджет так, чтобы тупые деньги прошло? Отличный вопрос, спасибо. Я обожаю это, когда говорят, я начала отказывать. Я теперь не могу тратить как раньше, да, чёрт побери. Что делать? Во-первых, мне кажется, это нормально. Потому что вот это вот желание сберечь, это может быть просто заблужденным суммам. Когда у вас отложится достаточно, может быть, денег. У нас у всех есть какая-то сумма в голове. Для кого-то это 50 тысяч рублей заработать, 100. Для кого-то это 30 тысяч долларов. Сумма, с которой, ну, как-то комфортно. Вот она отложена, и всё, и как бы нехорошо. Может быть, вы до неё как-то дойдёте, если ещё не дошли, да? Тогда, ну, мы выдыхаем немножко. Это как если вы хотите, ну, я не знаю, начать образование, тогда дипломку учиться, напрячься, подниматься, а потом всё идти в гулять. Такое может быть. Второй момент. Если действительно вы чувствуете, что вы себя как-то загнали немножко, да? И если вам хочется выдохнуть, то вы создаёте просто себе отдельный конверт, так его назовём, на то, чтобы тратить именно на удовольствие, на глупости, я не знаю, на что захотелось. Это уже, у меня всё терминологии из блога читатели предлагают, «Конверт на роскошь», это я иногда называю, да? Что мы ждём, мы начинаем, например, мистику бюджета. Начинаем, так, ладно, это я подешевле, это я от этого окажусь, что я, в принципе, могу не шиковать. И это правда, да? Как мы можем не шиковать? Вот, или кто хочется? Вот. И если сложно это сделать, обычно у меня не будет с этим проблемами, если вдруг есть сложно, что можно просто определять, подумать, какую часть сиденья, в холодном, как бы, трезвом, как-то, как-то, знаете? И память. Да, ну, в общем, вот эта память, и лицевость головы. Вы, как бы, думаете, окей, я бы хотела вот примерно столько тратить вообще, вот, на что-то не задумываясь, на путешествие, да? Ну, дефранжировать в каждой годы, эти деньги, там, пошли, прогулялись, чисто стоять. А, всем бы такие проблемы. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Спасибо. Надо сейчас разобрать. Здравствуйте, спасибо большое за это встречи. И я, давайте, прижимую, еще на сайте писавай. Блок читает. Мы там говорили о упрощении потенеки кредитов, о том, что, вероятно, потребительские процедуры, уже на сайте, да? А это те, кто допустоит кидаться на себя дальше, да? И, да? И, да? И, да? И, да? Вопрос. Каждый год я подаю программного опыта, где-то начнется. А, есть, Паша вычет второй ЕС, и этот вопрос возникает, во-первых, стоит ли открывать, как мы говорим, еще были в наличии вычетов потенеки? И второй вопрос, как и здесь. Есть же налоговые вычеты, специальные, учебные, медицинские. И они, ну, где-то, то есть, если я получаю один, я могу получать другой. Вот, какие есть ладейки, помимо конституальных счетов, государственных, что мы думаем, что в себе можно отвернуть, если вы знаете? И, стоит ли открывать счет, если уже есть налоговые вычеты? Смотрите, с вычетами, какая история? Налоговые вычеты, это когда вы потратили на что-то, есть список противорий определенных, за которые государство говорит, классно, молодец, что ты потратил, я тебе 13% верну. Можете вернуть 13% от того, что ты проинвестировал. это, 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 новая программа, новая, она и ее уже несколько лет, но, условно, новая, когда вы инвестируете, и государство говорит, ну, ты классный, ты начал инвестировать, ты, я тебе верну 13% от того, что ты проинвестировал. Сейчас в общем, чертах говорю, там есть по каждому пункту, условия, и параметры, что делать? Все вычеты ограничены суммой налогов, которые вы заплатили. Если вы в прошлом году заплатили по доходному налогу 70 тысяч рублей, это же не вы, а за вас работодатель, или, может быть, вы, ну, знаете, эти квартиры заплатили налог, или, ну, фриланские какие-то проекты делают, да, вы просто пропили уже 70 тысяч налогов, вы можете вернуть только его, вы не можете пройти, все вычеты, и 260 тысяч за квартиру, и 390 тысяч за проценты припотеке, и еще 15 тысяч за то, за то, за то, за то, как бы не поручиться. Приходится выбирать. Это вот немножко, если кто-то не в курсе, приясняю. У вычетов есть разные и, например, вычет за квартиру, он бесстрочный, вы его можете получить и 10 лет спустя. Другое дело, то, что 260 тысяч сейчас, 260 тысяч через 10 лет будут немножко разными деньгами, но принцип такой, то есть, есть вычеты, которые не переносятся, это обучение, обучение переносится, обучение переносится, что-то там не переносится, либо их получаете в первую очередь, ИИС, у него срок давности 3 года, и потом вы можете начать выбирать уже тогда свою полную ипотеку, и квартиру, в том смысле, и квартирный, и ипотечный вычет. Тут только так. Какая еще есть лазейка, но постараться вспомнить, что вы еще где-то платили налогу. Например, если вы инвестировали, платили налог, без заедина, это тот же самый НДФЛ. Если вы даете квартиру, это тот же самый НДФЛ, может быть, просто еще где-то там его набрать. Кстати, я уже написала, я даже не думала про вычет, а потом залез и посмотрела, ну, в его кабинет, а бывает, что работодатель на себя берет, эти 12% и за вас платит, и говорит, у нас там работа научит, конечно, пойдем его получать. Спасибо большое. Так тоже бывает. Поэтому, повспоминать, наверное, свои доходы и подвигать вот эти вычеты, чтобы получить по максимуму. вот, но рассчитывать на то, что вот прям все получится, ну, что-то получится, и слава Богу. Друзья. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела вам задать два вопроса. Первый – это про инвестиции, что читать, что, может, вы читаете, про инвестиции, и каким еще там пользоваться, и натуральным, и брокерским, и какие инструменты и схемы использовать. Хорошо. Спасибо. Сейчас скажу. Первый вопрос, что почитать, и вообще, как учиться. Надо заранее усмириться, что сначала все будет непонятно. И это нормально, если мы начинаем читать про, я не знаю, про детское питание, про диеты, так что, это всегда сначала непонятно. Если вы пытались выбрать тему какого-то, да, тоже. Это урок. Просто постепенно будешь ищать как бы эту тему все лучше и лучше. Я бы рекомендовала начинать с каких-то обучающих, может быть, видео. Есть у всех брокеров на сайте биржи огромное количество бесплатных материалов, мобинатов. Они общую картину вам какую-то обрезают. Когда начнете разбираться в какой-то терминологии, более-менее станет понятно, станет проще. И дальше вы просто углубляетесь каждую, наверное, на тему все глубже и глубже, что вам станет делать. Мне очень понравилась какое-то именно книга о психологии инвестиций. К сожалению, я ее давно не видела в печатном виде, электронное небо, но на то, я смотрю, «Психология инвестиций». Она не про цифры, она про подход. Вот как голову правильно настроить, чтобы не потерять в первый же день все. Я думаю, это очень важная история. Ну, а классика считается на единоборном, по этому, наверное, какие-то советы, разумные места, что-то такое. Опять же, намного разных стратегий. Надо попробовать начать и посмотреть, что вам близко. Если вам близко будет изучать графики цен, вам надо будет читать книги по техническому анализу, изучать его. Если вам интересен будет подход долгосрочный, это совсем другая история. насчет счетов. Мне кажется, лучше открыть два счета. Мы не ограничены в этом смысле. Другой 10 откроете. Обычный брокерский, с которым вы поможете. Вы не можете была возможность с ним забирать деньги. Ну, как-то с ним попроще, что ли, да? нету ограничений. При открытии если у вас есть официальный догон, то тем более стоит. И даже если нету, например, вы не работаете пока, все равно можно его открыть, потому что вы потом на вычете подойдите. Моя рекомендация открыть и начинать. Соответственно, нельзя вывести в день и три года. Поэтому, если у вас есть какие-то трехлетние планы, ну, что-либо хотите вложить на три года. Даже, может быть, покупку квартиры через несколько лет, да, можно копить на ЕИС. Можно там покупать какие-то облигации федерального займа, несложные, получать налоговый вычет. Ну, приятно, да, получить это государство на пятьдесят две тысячи в год максимум, за три года сто пятьдесят шесть тысяч. Ну, лишними не будут, сходи вы уже государство заплатили. Может, наверно. Вот. И, оказывается, это был только первый вопрос. А, это был один вопрос. Еще, наверное, такой вопрос. Я думаю, что не для кого не секрет, что Сбербанк и ВТП являются наиболее приближенные, ну, государственные банки. Там очень низкая процентная ставка. Это относится к тому, чтобы вкладывать деньги в другие банки, менее известные, но где высокая процентная ставка. То есть, я помню еще это время, когда банки лопались, вот, если вы сейчас делаете деньги, то банки, сколько процентов есть? Здесь очень просто всегда оценить. Риск, готовность, да? Надежные вложения приносят меньше доходов. Поэтому Сбербанк и ВТП, так как они самые большие, самые популярные, они могут себе позволить платить всего 3-4 процента. банки, которые люди не так отходно несут деньги, а должны повышать ставки. Я думаю, что здесь есть два таких подхода. Первый, когда вы выбираете любой банк с максимальной ставкой. вы зашли на банкер, нашли там, где максимальная ставка, и туда вложили деньги. Ваши вложения до 1,4 миллиона застрахованы, и если банка отберут лицензии, государство вам ваши деньги вернет. Эта система работает, все банки, которые полопались, люди свои деньги вернули, ну, пока, во всяком случае, государство вам гарантирует, что 1,4 миллиона вернет. Если у вас валюта вложена, то вернут по курсу на день отзывы лицензии. Если у вас больше сумма, чем 1,4 миллиона, просто разделить на несколько банкер в другом случае, или, не знаю, на несколько человек семьи. Это первый вариант, да? То есть, бывает, как прям, раз уж деньги застрахованы, вы просто выбираете там, где максимальная ставка. Мне это поход не очень нравится, потому что, во-первых, если сумма не огромная, то эта разница будет не очень большая. И ради, я бы не выбирала сперва в ДТБ, я бы выбирала что-то среднее, но нормальное, условно, там, Тинго, Фальф, Рейхазе нет денег, но там тоже нет. Сейчас ты денешься по ставке. Вот. Но идти в какой-то никому неизвестный маленький банк, потому что там платят на процент больше, но я бы просто не стала, потому что мне это некомфортно. Ну, во-первых, туда деньги надо переводить, вдруг будет комиссия, и вот я буду волноваться, и вдруг там, я не знаю, где-то новости про этот банк читаю. Все-таки вы оцениваете и свое, ну, свои нервы, как бы, свой комфорт в том числе. Поэтому, если вам как-то важно это, то, пожалуйста, выбирайте, просто проверите, что вам будет в системе страхования вкладов. Ну, это почти все банки туда входят. и, и получится больше. Ну, мне просто кажется, не такой уж прям разрыв, 10% нам все равно никто не даться. А здесь нам будет, ну, не знаю, там COVID-5, а там 5,7, но у меня не маленькая, 5,5-6, мне кажется, намного не стоит. Ну, это мое время, тут решайте для себя, конечно, подход будет любой, любой застрахованный, кто вполне нормальный. Поехали.